Музыка Невозможно представить себе проведение научного исследования без предварительной работы с соответствующей литературой. И на начальном этапе исследования студент задается вопросом, где найти необходимую информацию, какую информацию могут предложить те или иные источники, тому, какие бывают литературные источники, и будет посвящена нынешняя лекция. Итак, литературные источники можно классифицировать по различным основаниям. Прежде всего, следует отметить, что источник научной информации это условное обозначение научного документа или издания, которое служит важнейшим средством передачи научной информации в пространстве и во времени. По целевому назначению источники бывают официальные, научные, учебные, справочные и другие. По степени аналитика и синтетической переработки информации источники бывают информационные, библиографические, реферативные, обзорные. По знаковой форме информации источники подразделяются на текстовые, нотные, картографические и изобразительные издания. По объему источники бывают самые разные. Это книга, брошюра, листовка. Также по периодичности источники делятся на непериодические, серийные, периодические и продолжающиеся. А по структуре разделение источника ведет на серии, однотомные, многотомные собрания сочинений и избранные сочинения. По форме представления источники научной информации можно разделить на документальные, то есть книга, журнал, рукопись и так далее, и электронные. Речь идет об электронных версиях документальных источников, электронные базы, теле- и аудиопередачи, глобальной информационной сети и другое. В середине XX века считалось, что наиболее важным деление научных источников по социальному статусу, то есть на опубликованные и не опубликованные. Дело в том, что идеи и факты признавались введенными в научный оборот только после их опубликования, что означало широкое распространение и официальную регистрацию соответствующих документов. Опубликованные документы – это документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку. К ним относят книги, брошюры, монографии, сборники, тезисы докладов, периодические и продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, припринты, стандарты, нормативно-технические документы, приз-куранты, каталоги, авторефераты диссертаций и рекламные издания. Они предназначены для широкого распространения и тиражируются типографическим или каким-либо иным способом. Неопубликованные документы – это документы, не прошедшие редакционно-издательскую обработку и существующие на правах рукописи. Это отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации, описание алгоритмов и программ, проекты и сметы. По новизне информации все документальные источники научной информации делятся на первичные и вторичные. Первичными считаются те документы и издания, в которых преимущественно содержатся новые сведения или новые осмысления известных идей и фактов. Первичные документы содержат исходную информацию, непосредственные результаты научных исследований, автобиографии, монографии, сборники научных трудов, авторефераты, диссертации и т.д. К первичным документам и изданиям можно отнести большинство книг, за исключением справочников. Это брошюры, периодические издания, то есть журналы, газеты и серийные издания, описание изобретений, стандарты, отчеты, диссертации и переводы. Все разнообразие первичных опубликованных документов зафиксировано в ГОСТе. Вторичными считаются документы и издания, в которых содержится сведения о первичных документах. Это справочники, энциклопедии, это обзоры, реферативные журналы, библиотечные каталоги, библиографические указатели картотеки. Вторичные документы являются результатом аналитической и логической переработки первичных документов. Вторичные документы выполняют две основные функции. Оперативно оповещают о появлении первичных документов и в сжатом виде излагают основное их содержание. Они также, как и первичные, могут быть периодическими, непериодическими и продолжающимися. Все они могут оказаться очень ценными для проведения исследования. Продолжение следует...